В прошлый раз мы определили индуцированную топологию. Если у меня есть топологическое пространство и есть подмножество, то мы назвали открытыми множествами выигрок относительно индуцированной топологии. Просто пересечение открытых множеств из топологии пространства Х с пространством игрок. Значит, вот это и есть индуцированная топология. И мы показали, что это действительно топология. И мы описали, это была теорема 14, базу окрестностей точки. Значит, если у меня Y, это некоторая точка подмножества Y, то ее база окрестностей... Получается, вот как мы берем ее базу окрестностей в X и пересекаем эти множества с Y. Вот это база окрестностей в подпространстве Y. Ну и я сказал, что точно так же доказывается такой простой факт, значит, аналогичный. Если мы заменяем слово база окрестностей просто на базу, то... Значит, если я обозначу через Омега-Y вот эту индуцированную топологию, то... В Омега-Y получается просто пересечениями с Y множеств U из базы. Доказательства совершенно такое же я его уже повторять не буду. Значит, вот давайте посмотрим, что происходит с метрическим пространством. Значит, вот пусть у меня есть теперь метрическое пространство и Y подмножество X. Значит, у нас на Y есть сужение метрики. Это мы обсуждали, значит, для двух точек Y расстояние в суженной метрике – это просто расстояние между ними как точками пространства X. Теперь, значит, если я возьму точку X, то мы знаем, что ее база окрестностей – это множество всевозможных шаров в метрике пространства X. Значит, база окрестностей метрической топологии – это просто множество шаров с положительными радиусами, с центрами в точке X. Теперь, если я возьму точку Y из Y, то тогда базой окрестностей уже вот в топологии и Y будет что? Будет множество шаров в Y положительных радиусах. Но что такое шар в Y? Это множество Y' из Y, у которых индуцированное расстояние от Y' до Y меньше R. Ну и теперь понятно, что это в точности, вот это множество, это в точности пересечения шара радиуса R с центром в точке Y шара уже в пространстве X, пересечения с Y. Что такое шар в пространстве X? Это все точки из X, у которых расстояние до Y меньше R. А здесь мы берем все точки из Y, а значит пересечения. Поэтому индуцированная топология в Y, я еще раз повторяю, в подмножестве метрического пространства, порождается просто индуцированной метрикой, ну или ограничением метрики, как угодно. Значит, теперь я сформулирую несколько простых свойств относительно вот этой самой индуцированной топологии. Ну, докажу два из них. Давайте назовем это утверждением. Значит, пусть у меня X топологическое пространство. Мы рассматриваем подмножество Y X и на нем индуцированную топологию. И рассматриваем некоторое подмножество A, множество Y. Значит, какие свойства у нас выполнены? А открыто в X тогда и только тогда, когда... Вот, виноват. А открыто в X. А открыто в Y. Теперь замкнуто А замкнуто в Y тогда и только тогда, когда А пересечение Y с множеством замкнутым в X. Третье свойство. Если А замкнуто в X, то... А замкнуто в Y. Теперь, если... Вот тут уже идет условное. Если Y открыто в X... А открыто в Y тогда и только тогда, когда А открыто в X. И если Y замкнуто в Y тогда и только тогда, когда замкнуто в X. Значит, я докажу первые два. Остальные, я думаю, что вы посмотрите на практики. Давайте поднимем доску. Первый пункт. Если А под множество Y, то пересечение А с Y это просто А. И если А открыто в X, то по нашему определению пересечение Y с открытым множеством открыто в Y. Просто следствие из определения, значит, если... Второе утверждение. Значит, сначала вот эта импликация. Пусть А замкнуто в Y. Что это значит? Это значит, что есть открытое множество в Y, такое, что А его дополнение. Из-за мега Y такое, что А... Это Y минус V. Ну, что такое открытое множество в Y? Это пересечение открытого множества из X с Y. Значит, существует такое, что В это А, В это U пересеченное с Y. Значит, как я могу тогда записать А, это Y минус V, это Y минус вот это пересечение. Ну, вот я утверждаю, что это множество, вот какое, это Y пересеченное с X минус U. Я утверждаю, что выполнено вот такое равенство. Ну, действительно, что значит, что X принадлежит вот этому множеству? Значит, он лежит в Y. И в то же самое время он не лежит в U. Нет, ну, из Y мы вы... По-моему, все хорошо, но понятно, что это равносильно тому, что X лежит вот в этом. Он не лежит в U, лежит в дополнении, значит, лежит в Y. Ну, а вот это множество, оно замкнуто в X. Мы из X выкинули открытое множество, значит, это множество замкнуто в X. Ну, и мы показали, что если A замкнуто в Y, то A – это пересечение Y с множеством замкнутым в X. Это и есть наша импликация в ту сторону. Теперь наоборот. Значит, пусть у меня A – это пересечение B с Y, где B замкнуто в X. Раз B замкнуто в X, значит, существует открытое множество U из X, такое, что B – это X минус U. Тогда A – это Y, пересеченное с X минус U. Ну, а мы видели, что Y, пересеченное с X минус U – это Y минус U, пересеченное с Y. Вот только что это равенство, я его просто переписал в обратную сторону. Вот это множество открыто в игрок, значит, разница замкнута в игрок. Значит, мы доказали, что если у меня множество замкнутое в X пересекается с Y, то она замкнута в игрок. Значит, вот мы доказали свойство U2. И еще одна простая вещь, связанная с индуцированной топологией. Так, единственное, мне нужно вспомнить, назвал ли я это теоремой. Так, куда-то у меня… Да, теорема 15. Рассмотрим вот какую ситуацию. Пусть у меня Y под множество X, а Z под множество Y. Тогда на Z индуцируются, вообще говоря, две топологии. У меня есть… Ну, Z – это под множество Y. Значит, индуцируется топология из X. И Z под множество X индуцируется топология из X. И Z под множество Y. Так вот, топологии на Z индуцированные из X и Y совпадают. Это на Y у нас топология индуцированная из X? Ну, на Y топология индуцированная из X, да. Я не сказал, простите. Значит, вот у меня на Y индуцируется топология из X, а на Z индуцируется как бы две топологии, поскольку… Вот на самом деле они совпадают. Так, давайте докажем это. Пусть… Ну, как же… Пусть… У – открытое множество в топологии индуцированной из х. Что это значит? Это значит, что У – это В, пересеченное с Z, ну а В – множество, открытое в х. Что значит, что У – открытое в топологии индуцированной из игрок? Это значит, что У – это В, пересеченное с Z, где В теперь открытое множество в топологии игрок. Но что значит, что В – открытое множество в топологии игрок? Это значит, что оно – пересечение некоторого W из игрок, где W открытое в топологии X. И тогда получается, что У – это W, пересеченное с Y, пересеченное с Z. Но поскольку у меня Z по множеству игрок, то вот это пересечение – это просто Z. И значит, получается, что это W, пересеченное с Z, где W открытое в X. Значит, наборы открытых множеств одинаковые. Так, это то, что я хотел рассказать про подпространство. Теперь мы займемся так называемой отделимостью множеств. Значит, отделимость в топологическом пространстве – это свойство разделять множество. Как мы увидим, этих свойств много. На самом деле, я расскажу не обо всех их слишком много. Значит, их называют аксиомами отделимости. Так, номер параграфа у меня был 5. Нет? Да. Их стандартно обозначают буквой Т большое с цифрой. Мы посмотрим на 5 из них. Даже давайте мы будем цифру писать. Значит, Т от немецкого слова Trenungs Axiom По-моему, правильно. Нет, там M или M перед G. N. Trenungs Значит, первую из них Axiom T0 Ввел Калмогоров Ее так и называют Axiom И Калмогорова. Но нужно сказать, вот это я должен был сказать, но, конечно, пропустил в первой лекции, что вообще общее понятие топологического пространства, оно восходит к двум ученым. Это Андрей Николаевич Калмогоров, великий русский советский математик, видимо, величайший русский математик XX века, который сделал очень много в самых-самых разных областях, ну, в частности, вот, в топологии. И это я сейчас возвращаюсь к понятию топологического пространства, а второй – это поляк Куратовский. Ну, вот, значит, к их работам восходит общее понятие топологического пространства. Значит, в чем же состоит Axiom T0? Значит, говорят, что топологическое пространство Х удовлетворяет Axiom T0. Если выполнено вот что, для любой пары различных точек этого пространства, либо существует окрестность у точки Х, не содержащая Y, либо существует окрестность точки Y, не содержащая X. То есть любые две разные точки разделены в том смысле, что хотя бы у одной из них есть окрестность, которая не содержит другую. Это в каком-то смысле, ну, вот, самое слабое свойство отделимости. Значит, первое, ну, вот я буду говорить об этом. Нужно отметить, что есть пространство, не обладающее этим свойством. Пространство, не удовлетворяющее Axiom T0. Рассмотрим пространство с антидискретной топологией, содержащее как минимум два элемента. Значит, что такое антидискретная топология? Я напоминаю, открытых множеств там всего два. Пустое множество и Х. Значит, если я возьму две точки X и Y, что может быть окрестностью X? Окрестностью X не может быть пустое множество, потому что окрестность должна содержать точку. Значит, окрестность X – это все X большое. Ну, и тогда оно содержит Y. Значит, вот я взял две разные точки, и для точки X я не могу найти окрестность, которая не содержит Y. Ну, точно так же и для Y я не могу найти окрестность, которая не содержит X. А вторая аксиома отделимости, ну, точнее говоря, T1, она тоже именная, ее ввел тоже русский математик Андрей Николаевич Тихонов, ну, о котором мы чуть позже поговорим, когда мы будем говорить о произвольных произведениях топологических пространств. Так вот, аксиома T1 состоит вот в чем. Для любых точек различных существует окрестность X, не содержащая Y, и существует окрестность Y, не содержащая X. Значит, иногда пространство, удовлетворяющее аксиоме T1, называют пространство мерисса. Значит, понятно, что из T1 следует T0. то есть свойство T0 более слабое, чем T1. И простой пример, который показывает, что есть пространство, удовлетворяющее аксиоме T0, но не удовлетворяющее аксиоме T1. Вот какое. Рассмотрим пространство, состоящее из двух элементов. Топология, в котором такая. Пустое множество X и один из этих элементов. Значит, почему есть T0? У точки А есть окрестность. Значит, понятно, что раз мы внесли точку в список открытых множеств, это окрестность точки А, не содержащая точку В, потому что А отлично от В. Значит, у меня есть T0. Я взял две разные точки, и у одной из них нашлась окрестность, не содержащая другую. Но теперь вот мне значит, почему нет T1? Что может быть окрестностью B? Окрестностью B не может быть пустое множество, окрестностью B не может быть А, значит, окрестностью B может быть только X. Это все пространство X, и значит, я не могу найти окрестности вот с этим самым свойством. Значит, есть такая важная характеризация, сейчас я, теорема нет, давайте утверждение. Значит, пространство X удовлетворяет XIOMI T1 тогда и только тогда, когда любая точка является замкнутым множеством. Доказательства. Значит, если точка вот я рассмотрю точку X, она замкнута, значит, ее дополнение открыто. Ну и любая точка Y отличная от X, в этом открытом множестве лежит. Значит, если я беру точки X и Y, то у Y есть окрестность не содержащая X, ну и точно так же у X есть окрестность не содержащая X. В обратную сторону я знаю, что у меня есть T1. значит, я фиксирую точку X и хочу показать, что она является замкнутым множеством. Значит, если я рассмотрю любую точку Y отличную от X, у нее есть окрестность у Y не содержащая X. Тогда объединение всех этих окрестностей у Y по всем точкам Y пространства отличным от X, это будет объединение открытых множеств. Объединение открытых множеств всегда открыто. И оно не содержит X. Ну, то есть, даже точнее нужно сказать. Значит, мы таким образом выкидываем из пространства одну точку. Вот. значит, точка замкнута. Она дополнение открытого множества. Значит, пожалуй, одна из самых важных аксиома делимости T2 это аксиома тоже именная. Аксиома Хаусдорфа. Хаусдорф, чье имя тоже у нас будет многократно звучать, это был великий польский тополог. Вообще, нужно сказать, что я не знаю, почему так получается, но вот в каких-то странах вдруг возникают огромные и очень сильные школы в тех областях математики. понимаете, такая страна, как Россия или Соединенные Штаты, ну, в них много чего возникает. А топология в очень большом, как бы сказать, по очень большому счету была наука, которая возникала в Польше. мы можем назвать много великих польских топологов, я уже называл Куратовского, Хаусдорфа и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, аксиома Т2 состоит вот в чем. Значит, Х удовлетворяет аксиоме Т2. если у любых двух различных точек есть непересекающиеся окрестности. Существует окрестность у точки Х, точки Y такие, что ну и пространства, топологические пространства с аксиомой Т2, естественно, называть Хаусдорфами, так их и называют, и этот термин у нас будет значит, как я сказал, значит, Хаусдорфову есть очень важное свойство топологических пространств. Мы отметим два обстоятельства. Первое состоит в том, что любое метрическое пространство Хаусдорфова. Ну, я уже говорил, давайте еще раз повторю, когда мы говорим метрическое пространство, мы имеем в виду метрическую топологию на нем. Значит, ну это практически очевидно, если я рассмотрю две различные точки, то расстояние между ними положительно, и в качестве непересекающихся окрестностей достаточно взять шары радиуса А пополам. шары в метрическом пространстве открыты, окрестности точек Х и Y, и естественным образом они не пересекаются по неравенству треугольника, если бы была точка, которая лежала здесь и здесь, то расстояние от нее было бы меньше, значит, точка здесь она, давайте, если Z, то расстояние от Z до X меньше А пополам, расстояние от Z до Y меньше А пополам, ну и по неравенству треугольника тогда расстояние от X до Y меньше, меньше либо равно суммы меньше А. Второе, пожалуй, самое важное для анализа свойства Хаусдорфовых пространств вот какое. Значит, давайте рассмотрим последовательность занумерованную, например, натуральными числами точек из топологического пространства Х. можно рассматривать это как отображение множества натуральных чисел во пространство Х. Значит, точка Х называется пределом, последовательности ХН. Если для любой окрестности У точки Х существует такое Н с ноликом, что ХН лежат в окрестности У, для Н больше либо равно Н с ноликом. Значит, это чисто топологическое определение предела, которое не использует ничего, кроме понятия окрестности, понятия открытого множества. так вот утверждение, что в Хаусдорфовом пространстве любая последовательность имеет не больше одного предела. хаусдорфовом это то свойство обычных пределов из анализа, которые вы знаете, любая последовательность. но на самом деле это свойство конечно именно Хаусдорфов пространства. И доказывается оно тривиальным образом, предположим, что у меня есть последовательность, у которой есть два предела. тогда у них есть непересекающиеся окрестности. И тогда существует по определению предела такое число n1, что хн лежат в для n больше либо равного n1. И существует такое n2, что хн лежат в для n больше либо равных n2. Ну и мы получаем противоречие. Для достаточно больших n хн должны лежать и в у и в, а они не пересекаются. Вот это чрезвычайно важное свойство именно хаусдорфов пространств, которые так. Следующее. Да, но я забыл сказать, что очевидным образом t2 влечет. t1. Так, но я все-таки сотру сотру вот это оставлю t1, она мне еще сейчас понадобится. Значит, следующее аксиома t3. т3. Ой, давайте оставим это вам в качестве упражнения. Так, значит, аксиома t0, t1, t2 речь шла о парах точек. В t3 речь будет идти вот о какой паре. Значит, у меня пространство x, точка x и замкнутое множество a в x такое, что x маленькая ему не принадлежит. Значит, мы рассматриваем пару точка и не содержащие ее замкнутое множество. Так вот, x удовлетворяет аксиоме t3, если для любой такой пары существуют непересекающиеся окрестности. Значит, для пары точка и не содержащие ее замкнутое множество. Существует окрестность у точки x и окрестность v множества a такие, что их пересечения пусто. это запятая. Это запятая. Значок это запятая. Значит, если есть точка и не содержащие ее замкнутое множество, то у них есть непересекающиеся окрестности. Значит, рассматривают пространства, которые удовлетворяют сразу двум аксиомам. Вот такие пространства называются регулярными. если x значит, что когда я предполагаю понятно, что когда я предполагаю одновременное выполнение их двух, то я а, ну да, ерунду я вам сказал, конечно. Вот. Значит, из Т3 не следует Т1. независимые вещи. Значит, не обязательно значит, пример опять-таки рассмотрим антидискретное пространство, состоящее из двух тучек А и Б. у него значит, мы видели, что оно не обязательно удовлетворяет Т1, но оно удовлетворяет Т3. Значит, что у меня открытые множества? Антидискретное, значит, пустой и Х. А замкнутое множество это их дополнение. Ну, опять-таки, пустой и Х. Значит, теперь, если я рассмотрю А и не пересекающееся с ним замкнутое множество, то оно либо пустое, либо Х. Значит, замкнутое множество у меня всего два. Но это не может быть Х, потому что А принадлежит Х. Значит, это пустое множество, и у этой пары есть непересекающиеся окрестности. Это Х и пустое множество. И, наконец, последняя аксиома, которую я т4 она состоит в том, что у любых двух непересекающихся замкнутых множеств есть непересекающиеся окрестности. Значит, пространство с т4 и т1 ну, листы 1 как я тут писал. Называется нормальным. так. значит, утверждение метрическое пространство нормально. т1 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 там есть очевидным образом, докажем, что там есть т4 т4 значит, рассмотрим два замкнутых множества с пустым пересечением. Рассмотрим точку х принадлежащую множеству а произвольную. значит, тогда ее да, значит, тогда она не лежит в b ну, значит, раз они не пересекаются, то лучше так. И поскольку у нас была соответствующая теорема, что замкнутая множество совпадает со своим замыканием, значит, она не лежит в замыкании b. Рассмотрим расстояние от х до множества b. Я напомню, что мы определяли расстояние от точки до множества как инфимум по точкам у из множества b расстояний х у давайте обозначим его ро х и я утверждаю, что это положительное число. значит, если бы это число было равно нулю, то это означало бы, что любая окрестность, значит, если равно нулю, то любая окрестность точки х, любой шарик пересекается с множеством b. Значит, вот у меня есть множество b. Я беру произвольный шар у содержащий х и он содержит точку у из множества b. но тогда вот это нужно вспомнить. В этом случае точка х это точка прикосновения множества b. У нас так определялась точка прикосновения если любая ее окрестность пересекается с множеством b. а с другой стороны у нас было утверждение что замкнутое множество содержит все свои точки прикосновения. Любая ее окрестность пересекается с множеством b. замкнутое множество содержит точки прикосновения и мы получаем противоречие. т. Ну точно так же то же самое рассуждение показывает что у любой точки y из множества b ее расстояние до множества а положительно. ну теперь понятно как построить эти самые непересекающиеся окрестности в качестве у возьмем объединение по всем точкам а шаров радиуса ρx пополам. Значит это объединение открытых множеств оно открыто и оно содержит любую точку x из а потому что точка x лежит в своем шарике. Значит это открытое множество содержащее множество а. Ну точно так же в качестве v возьмем объединение по игрокам шаров ρy пополам. Это окрестности. Почему они не пересекаются? Ну предположим у нас нашлась точка z лежащая в пересечении u и v. Это значит что есть точка x из а такая что расстояние z до x меньше rho x пополам ну и точно так же нашлась точка y ksb так расстояние простите d у меня понесло конечно меньше rho y пополам справа стоят два положительных числа и я могу считать что одно из них не меньше другого пусть например rho x больше либо равно rho y тогда расстояние от x до y меньше либо равно по неравенству треугольника расстояние x до z плюс расстояние z до y значит это строго меньше суммы ну и значит а это меньше либо равно rho x но у меня получилось что нашлась точка y к sb у которой расстояние до x строго меньше чем rho x это противоречит определение это противоречит определение значит еще одна вещь связанная с аксиомами отделимости это так называемая наследственность длинная длинная карман длинной я Продолжение следует... Это связано вот с каким вопросом. Вот у меня есть топологическое пространство Х, которое удовлетворяет какой-то из аксиома делимости. И есть его подмножество игрок. Ну, понятно, с индуцированной топологией. Удовлетворяет ли оно соответствующей аксиоме? Ответ «да» для Т0-Т3 и ответ «да» для Т4. Есть ли игрок замкнута? Так, вот что смешного? Это практически очевидное утверждение для Т0-Т2. И уже не такие простые. Дальше. К сожалению, пример, который показывает, что при отсутствии замкнутости Т4... При отсутствии замкнутости подмножия Т4 не обязательно следственное, он трудный. Ну, давайте посмотрим. Т0. Значит, вот у меня есть две точки Х, ИГРОК. В ИГРОК они разные. Ну, тогда понятно, что это разные точки Х. И у одной из них есть по Т0, у одной из них есть окрестность, не содержащая другого. Ну, например, если есть окрестность У, содержащая Х, не содержащая ИГРОК, то понятно, что В пересечении ИГРОКСУ будет открытым множеством, поскольку у нас индуцированная топология, она будет содержать Х, и она не будет содержать ИГРОК. Ну, и так далее. Так, следующее, шестой параграф. Так называемые аксиомы счетности. Да, я забыл сказать, что на самом деле есть, возвращаясь на секундочку, к отделимости есть аксиомы с нецелыми номерами. Есть три с половиной, которые между 3 и 4. Так называемая функциональная отделимость. Ну, не хочу я на это тратить время. Вы знаете, вот я боюсь соврать. Я боюсь. Я не настолько хорош в истории математики, чтобы... Врать не хочу. Давайте я посмотрю и... Значит, опять-таки мы рассматриваем топологическое пространство. И мы говорим, что Х удовлетворяет первой аксиомы счетности. Есть ли у каждой точки Х есть счетная база окрестностей? Ну и простой пример. Значит, вот если есть кто-то, кто почти всегда ведет себя хорошо, это метрическое пространство. Понятно, что если я возьму произвольную точку Х, то вот такое множество шаров будет базой окрестностей. Это множество счетно, поскольку оно перенумеровано натуральными числами. Каждый... Каждый из этих открытых множеств, каждый шар содержит точку Х, и... Это мы обсуждали многократно. В любом открытом множестве содержащем Х есть шар достаточно маленького радиуса. Значит, это база окрестностей. Пространство Х удовлетворяет второй аксиомии счетности, если у него самого есть счетная база. Сразу про что... Ну, во-первых, понятно, что... Вот мы об этом говорили, я сейчас повторю, что я употребляю термин счетное, имею в виду не более чем счетное, то есть конечное множество тоже счетное. И вот прямо сейчас, через несколько секунд, вот мне будет... Вот эта трактовка мне будет удобна. Сформулируем так. Значит, ну, во-первых, понятно, что есть вторая аксиома счетности. Следует первая аксиома счетности. Вот. Обратная неверно. И простой пример. Рассмотрим несчетное пространство. Пространство, содержащее несчетное множество точек с дискретной топологией. Почему оно удовлетворяет первой аксиоме счетности? Значит, дискретная топология, я напоминаю, это топология, в которой любое подножие является открытым, любая точка является открытой. Поэтому, если я рассмотрю любую точку, то в качестве счетной базы я могу взять ее саму. Ну и вот здесь вот понятно, что удобнее пользоваться термином счетное, потому что база, состоящая из одного элемента, является счетной. она конечная, конечно. В то же время у пространства Х, естественно, нет счетной базы, потому что в этой ситуации база должна содержать каждую точку. Вот. пример хороший и нужный нам с вами дальше пространство со второй аксиомой счетности это просто это евклидово пространство РН, в котором в качестве счетной базы я могу взять вот что. рассмотрим всевозможные шары ну, евклидово пространство метрическое будем рассматривать со стандартной евклидовой метрикой рассмотрим набор всевозможных шаров у которых рациональные положительные радиусы и центры это точки с рациональными координатами ну, совершенно понятно, что это множество во-первых, счетно и во-вторых это база если я рассмотрю любое открытое множество оно содержит какой-то шар и в этом шарике я найду шар вот такой теперь я напомню, что мы вводили понятие сепарабельного топологического пространства это пространство, которое обладает в котором есть счетное плотное множество точек ну, я так напишу есть плотное счетное подмножество так значит, следующее утверждение заслуживает имени теоремы теоремы 16 значит, если топологическое пространство х если оно удовлетворяет второе аксиомисчетности то оно сепарабельно а если оно метрическое то тогда эти свойства равносильны значит, из второй аксиомисчетности следует сепарабельность а в случае метрического пространства верно и обратное «постранство» 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 Продолжение следует... Так, что у нас со временем? Ну, доказательства... В общем случае, очень простое. Значит, у меня есть... Если х удовлетворяет второй хм счетности, есть счетная база. И я просто выберу в каждом из элементов базы точку. Значит, понятно, что у меня получится счетный набор точек. Теперь, что такое база? База – это набор открытых множеств такой, что любое открытое множество является объединением элементов базы. Значит, если я рассмотрю любое открытое у, оно содержит один из элементов базы. Ну, а с другой стороны, оно содержит точку xn. И значит, вот это счетное множество обладает тем свойством, что любое открытое множество содержит одну из его точек. Ну, когда мы говорили о плотных множествах, это и было одним из равносильных свойств плотности. Множество плотно, если... Тогда и только тогда, когда любое открытое множество содержит его точку. Значит, вот мы предъявили счетное плотное множество точек. Теперь, значит, это мы доказали основное утверждение. Теперь докажем обратную импликацию в случае метрического пространства x. Значит, у нас есть, по предположению, сепарабельность. Значит, у нас есть счетное плотное множество. Ну, а теперь мы возьмем и... Значит, n я занял. Рассмотрим множество таких шаров. Шар радиуса 1 mt с центром в точке Sn, где теперь оба индекса mn пробегают множество натуральных чисел. Это множество, очевидным образом, счетное. Я хочу показать, что она является базой топологии. Но это тоже очевидно. Что значит база топологии? Значит, любое открытое множество, объединение вот таких. Значит, я рассмотрю произвольное открытое множество u, его точку. И это значит, что существует такое положительное r, что шар радиуса r с центром в этой точке лежит в множестве u. Ну, теперь очевидно, что я в таком шаре могу найти множество такого вида. Я могу найти точку Sn сколь угодно близко к точке X и столь малый радиус, чтобы шар радиуса 1 mt xn лежал вот в этом шаре. Отсюда и следует, что мы предъявили счетную базу сепарабельного метрического пространства. Так, и на этом тогда мы сегодня остановимся. Есть ли ко мне вопросы?